При подписании договора о страховании КАСКО на какие пункты нужно обращать внимание, чтобы потом не пожалеть о том, что не подпочитали и подписали? Основная бдительность обычно проявляется страховыми компаниями, которые действуют. Что они делают в первую очередь? Они, как правило, фотографируют всю машину. Они просят, чтобы она была чистая. Они просят, чтобы она была на освещаемой стоянке. Если страховая компания этого не делает, то у вас есть основания полагать, что она пренебрежительно относится к своим обязательствам. И в случае возникновения проблем она будет столь же пренебрежительно относиться к вам. Вас это должно насторожить, это обязательно. Соответственно, еще страховая компания иногда указывает о том, что мы вам можем произвести в случае дорожно-транспортного происшествия либо выплатить денежными средствами, либо мы вас направим в аккредитованную мастерскую, с которой у нас есть договор. Так вот, навязывать такое условие страховая компания, хоть и при свободном договоре, не вправе. То есть, если она предлагает, говорит о том, что у меня с такой-то мастерской есть договор, поезжаете туда, то вы вправе отказаться. То есть, навязывание этой услуги незаконно. Это нарушает закон о защите прав потребителей. Таким образом, вы вправе отказаться, даже если оговорили это в договоре. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Очень приятно. Ваш вопрос. Вот сейчас обговорили покупку запчастия, а есть еще ремонт. То есть, некоторые запчасти в автомобиле не меняются, а подлежат восстановлению. Как быть с их амортизацией? Потому что автомастерская, она наоборот, на старый автомобиль делает наценку. Наценку за дряхость, так сказать. Что в этом случае делать? А можно уточнить, какая деталь подлежит восстановлению? Ну, предположим, стойка центральная. То есть, она замята, ее вытягивают, ее восстанавливают. То есть, она не врезается новая туда. Но имеется в виду, которая между передней и задней дверью. Понятно. Понятно, да. Значит, восстановительный ремонт, если вы произвели, в данном случае амортизационные отчисления, на мой взгляд, применяться не должны. В силу того, что вы не производите замену деталей, а вы производите работы восстановительного характера. На работы восстановительного характера нормы амортизации не применяются. Таким образом, вы не меняете стойку, а вытягиваете, как вы говорите, да, ну, кузов был помят, его ставят на растяжке и вытягивают. То есть, придают ту геометрию, которая должна быть. Но, еще раз говорю, помимо тех работ, заявляйте утерю товарной стоимости. Я думаю, что это правильно. Здесь не будет амортизации. Страховая компания не вправе. Я полагаю вам отказать в этом. При оформлении КАСК на абсолютно новый автомобиль, должна ли страховая компания также осматривать очень подробно машину? Или они доверяют продавцам? Как правило, договора КАСКа, я в том числе заключаю на каждый год, и каждый год приходит страховой агент. Каждый год заставляет меня мыть машину. А когда машина еще только новая, только купленная? Без разницы. Осмотр транспортного средства страховая компания проводит. Более того, приложением к договору страхования, по правилам многих уважающихся компаний, обязательно разработан акт осмотра, в котором указано наличие оборудования основного, дополнительного, сигнализации. Ну, мало ли у вас там подкрылки стоят, какие-то дополнительные декоративные вещи. Вы их тоже можете дополнительно страховать. Магнитофоны и так далее. Все, что входит в машину, ну, в комплектацию машины. Описание в полном объеме и состояние тоже описывается. Вот это надо делать обязательно. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Александр. Очень приятно. Ваш вопрос. А вот я в ДТП в октябре был, да? И я пользовался 25-процентной скидкой на гражданки. Виновник был я. Сколько я сейчас буду платить? Полностью или еще что-то добавить? Понятен вопрос. Существуют коэффициенты за аварийность, которые предусмотрены как договором ОСАГО, так и договором КАСКО. Правила страхования по ОСАГО, там коэффициент повышающий, если у вас есть авария, либо наступление страхового случая. По КАСКО вы со страховой компанией можете договориться сами. То есть понятен, да, вопрос? То есть это все достаточно интересно. Ну вот недавно был случай, кстати, вот страхование относится как-то вот пренебрежительно. Водители ездят, говорят, а что я переживать буду. Это дело застраховано. Но в случае, когда вы попадаете аварии, в этом случае вы оказываетесь виновны, то ваша машина может пострадать довольно-таки существенно, а возмещение для вас лично ничего не будет. Вам страховая компания возместит другому лицу, которого вы помяли, например, да, но ваша помятость будет исправляться за ваш счет. Поэтому вот такое пренебрежительное, это вот либо непонимание этой ответственности, либо еще. Я что хотел-то докончить по США. США борются с нарушением правил дорожного движения очень корректно. Если вы превысили скорость, то буквально через сутки, но во всяком случае это было в конце 90-х, в начале 2000-х годов, полицейский сообщает страховой компании о том, что вы нарушили режим скорости. Страховая компания говорит о том, что вы человек рискованный, увеличит стоимость страховки в два раза. То есть, если вы не можете или не хотите платить, она вводит базу данных о том, что ваша страховка аннулирована. Таким образом, попадая под систему наблюдения, во всех штатах она практически введена, вы будете подвергнуты аресту, причем практически незамедлительно. Это считается преступлением федерального масштаба, а не местного масштаба. Это федеральный закон. Таким образом, у вас будут проблемы на долгие годы. И в последующем, куда бы вы ни обратились, у вас номер не пройдет. Вот так борются путем страховых выплат. Это законом предусмотрено. У нас время в конце подходит. О чем мы поговорим в следующий раз? Я думаю, что мы задели права потребителей. Мы приглашаем телезрителей в следующий понедельник, также в 16 часов, поговорить о защите прав потребителей. Не только из сказки, но и из других обстоятельств, которые случаются в их жизни. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Я напомню, на вопросы отвечал член Ассоциации юристов России Сергей Габанов. Следующий случай из практики вы увидите завтра в 16.00 на телеканале Юрген. Гость, неанатолог Елена Тихонова, расскажет о детях, рожденных раньше срока. Как выхаживать таких малышей и как помочь догнать сверстников. А я прощаюсь с вами. Берегите себя. До встречи.